Каждый выход из дома для Анны Наумовой и ее надежного друга Бонни – настоящее испытание. Приходится преодолевать участок, который облюбовала местная стая собак. Собаки просто стали намеренно кидаться. Они в нее вцепились в трость. Но, слава богу, ни я, ни Боня не пострадали. А трость, она у меня, в принципе, уже привычная. В нее собаки вцеплялись как до Бонни, так и сейчас. А сейчас особенно они на нас реагируют. Они расценивают Боню как врага, зашедшего на их территорию. Нам помогли прохожие. Но бросать животных на голодную смерть – тоже не выход. С ними можно подружиться, уверена Наталья Степаненко. С одной стороны жалко, с другой стороны страшно, если они будут голодные, сюда приходить. Потому что они могут и накинуться, и все. А то собаки. Ну и как же их не покормить? Посмотрите, какие они красивые, добрые. На этот год управлению ветеринарией Курской области выделили 7 миллионов рублей на отлов и содержание бездомных животных. В перспективе более основательные меры. Мы приблизительно провели расчеты. Потребуются на все эти мероприятия около 80 миллионов рублей. Это и приют, это и содержание, это и кормление. Вот. И проведение стерилизации. Ну, в общем, сейчас мы над этим работаем. Подготовлена служебная записка на имя Романа Владимировича Старовойта по этому вопросу. И вот до принятия решения мы этим вопросом занимаемся. Федеральный закон требует, чтобы приют для бездомных животных появился до 1 января 2020 года. Ангелина Рязанцева, Денис Федорков, Телеканал 7. Редактор субтитров А.Семкин